добрый день дорогие друзья и гости этого замечательного youtube канала который ведет юля флорида с вами сегодня надя эгерс я ваш риэлтор в орландо центральная флорида сегодня я хотела бы представить своего мужа и коллегу дэвид эгерс расскажи пожалуйста о себе все привет да я дэвид русскоговорящий американец сам из чихаго больше двадцати лет женат с надя это секрет откуда мой русский язык можно сказать я тоже риэлтор как надо почти 10 лет мы больше 10 лет живем в этот рай флорида и недавно мы скажем объединились я раньше занимался консалтинг но в конце прошлого года я понял что самый хороший бизнес вокруг меня это надя мы создали скажем компании у нас несколько риэлторов и кстати сегодня мы показываем наш рай друзья я очень часто читала комментарии где кто-то из вас спрашивал покажите пожалуйста дом надя эгерс я честно говоря человек не очень публичный мне было сложно на это решиться я поговорила с дэвидом и мы в принципе согласились вам показать наш дом когда-то вы его уже видели юля пошлет вам ссылку на 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 этот же дом но в первоначальном как бы этапе когда мы только купили я тогда не озвучила что это как бы мы его купили вот этот дом от нашего знаменитого архитектора и застройщика дакота к констракшн групп с нашим известным болгари нам которую мы еще пока не сняли давайте мы сегодня покажем вам дом уже как мы его устроили для себя для нашей семейной жизни купили мы это дом полтора года назад вкратце я расскажу критерии дома это опять спален 4 ванных 3200 квадратных футов что в переводе будет приблизительно 300 квадратных метров дом мы купили за 860 тысяч это было полтора года назад я знаю что цены сейчас выросли я знаю примерно цены которые сейчас продают то же самое застройщик тот же самый флорплан то же самую модель 30 процентов в городе последний ну такой же дом он продал месяц назад за миллион 250 без какого кое-какого проекта который мы вам еще покажем у нас появилась еще одна спальня в этом доме это будет секрет как бы сюрпризом для вас давайте пока посмотрим то что было и осталось я добавляю по пути что до этого мы жили в сабрешине тоже красивый город во флориде мы сейчас находимся в городе орландо район колледж парк тоже хороший район но мы приехали скажем благодаря осина он начал школу и мы решили ближе к школе где он изучает ну вот добро пожаловать проходите друзья друзья я сразу скажу что у нас нет какой-то дизайнерской мебели мы любим просто комфорт мы живем с тем что нас устраивает где нам удобно сидеть может быть это не как-то как-то не совсем сочетается с самим домом с моделью да то есть это не шикарно это комфортно но что есть то есть простые люди проходите пожалуйста эту комнату если вы ее там тоже помни кто-то помнит я использую как офис до отсюда я работаю и у нее соседней ванная удобно это вообще изначально это считается спальня здесь есть шкаф гардеробная и один ванна из пяти в главном доме 5 спал на это она и здесь сразу можно проходить но душевую у нас котик использует хорошее место для через зеркало юлию флораду будет нет это секрет дальше напротив 2 мест да мы пока один мусор до всего стараемся но проект организации идет пока не закончился это наша собачка луну кстати звезда дома скромная понимаешь и вот основная зона скажем дома нам очень понравилось кстати дом сам мы не заказали не за ну скажем планировали планировали мы просто купили но мы первые владелцы и нам очень понравилось сначала вот это место очень открытий флор план дайнинг ром китчен все очень хорошо ли вечеринок у нас часто происходят большие вечеринки и вмещается достаточно большое количество человек кстати там был бар вместо для бара кстати него мы жили давним давно в таиланде два года и вы видите много азиатской мебал до мебал мы купили и стил азиатские именно от таиланда вот это раньше до была лодка деревянная лодка рыбацкая лодка была тайская небольшая рыбацкая лодка они ее перевернули и вручную вырезали весь этот рисунок здесь нет ничего наклеенного то есть все мелкие детали они все лет 15 назад то есть вот к примеру под стиль дома это мебель не подходит но нам с ней не расстаться это наша память и мы ее очень любим воспоминания об азии вот это мое любимое место конечно смотреть спорт здесь мы кстати недавно купили этот большой диван надя думала что слишком большое мне кажется нормальный хороший размер я часто работаю отсюда кстати смотрю golf мой любимый вид спорта кстати там был котик наш феликс и вот один из трех второй тоже зашел котика и собачка сейчас надя показывает кухню да это моя любимая часть дома я очень люблю готовить для меня иногда как я называю это стресс ли релиф когда очень загруженный может быть день может быть волнительно какой-то стресс у меня был потому что на самом деле любая сделка мне кажется она в волнении о клиентах и так далее как какой-то стресс случается мой стресс релиф это прийти домой изготовить уже меня и сына очень повезло да ну эту кухню мы ранее показывали ты можешь пройти проверить как любимый доводчик телевизор она любит готовить и смотреть санта-барбара до техника неплохо газовая плита на 6 комфорок очень удобно мне больше на предыдущий дом был электрик ну конечно газовый сразу делается вот эта штука очень интересно какой-то булгарин наш доменитый болгарин так коту на холсту стоит собака защищать побежала ну пейнтри она так у меня немного места очень всего много склад до закрывается да это барн-дорси не уверены как они называются по-русски нам очень понравилось и нам повезло что получили конечно во флориде сейчас каждый хороший дом и меняют несколько предложения скажем с 5 до 15 мы тоже первый день нашли дом и сразу что интересно об этом застройщики он говорит моя цель не продать дом моя цель найти ту семью который мне нравится ему мне нравится и что и как бы я горит сам выбираю семью для дома не тот кто мне больше даст кто мне понравится вот нам повезло заходите на второй этаж тоже хорошее место здесь не всегда бар типа можно составить тоже тайская такая композиция тоже тоже мы даже видели когда человек его еще врезал он еще был не покрашен тогда да это произведение нашего болгарина есть хорошее место мы не особо используем называйте бонус рум по идею гости могут спать здесь если не хватает моего мужа был здесь мальчишник на 13 мальчишек и все как-то разместились и кто-то даже спал на этом диванчике сожалению это восток и утром солнце помещал что есть то есть ну да это хороший бонус рум может быть начинаем отсюда надо вот стиральная машина и постирочная постирочная комната так с этой с этой комнаты у нас очень много не согласен не соглашение спора с дэвидом потому что для него вот эта мебель который для меня это гостевая спальня должна быть только кровать и пару тумбочек бедному моему мужу в принципе офис никакой не достался но он с этими как я их называю гробы он с ними не может расстаться степен маестре у меня много книг надо надо хочет выкинуть их я хочу показать их вывели на я без кровати мой офис должен быть кровать но я потихонечку работаю с каждым нашим переездом я делаю намек давай избавимся их некуда поставить нет я их возьму с собой я думаю что лет через пять я все-таки потихонечку их выживаю из этого дома уже третий дом в флориде в течение десяти лет кстати меня меньше и меньше осталось вот хорошо здесь свой своя ванная это почему это основная гостевая кстати но кроме офиса на диете единственная гостевая с ванная своя мы идем к комнате сына который убежал не хочет быть на видео дэни у нас звезда 16 лет ему это его комната он большой фанатик аниме до сих пор у него много кстати фигурки он любит собрать их сейчас он в учебе завтра у него финальный экзамены где-то спрятался здесь рядом спустился вниз и готовится к экзаменам сейчас сидит сам выбрал эту комнату потому что больше света да окно окна там это уже есть гардероб и своя ванная и можно сказать дополнительная комната но это называется джек энджел то есть две комнаты сын сразу их для себя пристроил в одной он спит и как бы занимается для школа а здесь у него игровая приходит геймрум да и они здесь отдыхают маленький офис я тоже работаю когда у нас гости отсюда здесь тоже гардероб используйте как склад склад мусора можно сказать на это можно сказать личная комната дальше будет как мастер бедром надя по-русски да это будет это не будет это будет наш следующий проект это хозяйская спальня мы здесь хотим все поменять пока у нас мы были заняты другим проектом которым мы вам покажем это наш backyard задний двор здесь мы хотим поменять цветовую гамму на более серо-голубую точнее для меня это темновато этому ковру больше лет чем нету узбекский ковер мне кажется уже нужно с ним распрощаться комната сама очень короче большая у нас тоже зона отдыха можно сказать маленькие диваны тайские мы не особо используем конечно но они у нас есть вот кроват иконы даже забыл да это очень удобно здесь надяги с ней два гардероба да конечно поменьше муж мужской мужской и побольше у надя и она наверно не особо хочет показать свои вещи но вот там чуть-чуть мы посмотрели да и вот тут вот такая да очень удобно в магазине иногда пользуемся и сами на мой взгляд шикарное место дома это здесь ванная он строит строитель решил делать большая ванная вот вместе и душ и как ванная по-русски да и можно отсюда туда это стало модно в америке а типа объединить чтобы не надо уходить и все мокро но это очень комфортное место да как план дизайн этой ванне мне кажется огромный плюс дома и гранит конечно везде красивые такие тоже тихо закрывается где можно дверь закрывать где моя зона отсюда все вот подарок от надя 15 лет то есть пять лет назад рисовала мне ну что ж по второму этажу мы закончили все вроде показали пауза или продолжим продолжим конечно друзья сейчас честно говоря это наверное главная цель не цель тема наш нашего сегодня видим мы только что закончили большой проект нашего двора а если вы посмотрите предыдущее видео июля возможно выставит другие видео когда это все начиналось с каком как как это выглядело до этого проекта но вот теперь мы очень счастливы мы используем двор чаще к нам приходят гости иногда я начинаю и скажу я думаю что не скромно придумал дом наш строительство строил вот этот двор я придумал конечно не сам строил но это был проект дэвида я горжусь молодец и находите бассейн где находится зона отдыха у нас барбекю место маленькая кухня на улице это тоже модно в америка стала и холодильник кстати барбекю здесь тоже газ не не баллоны как обычно подведен газ водопровод все это есть по-американски чуть стран странно что лед сохраняется холодильник для нас кстати недавно именно дня три назад здесь но василия была тусовка юлию флориду было мы поставили бар здесь и очень хорошее место вот кстати если обращаем внимание на бассейн мы планировали чтобы джакузи здесь и он горячий бывает значит во время тусовки люди здесь были готовы отдохнули там отдохнули там музыка отсюда мы огромную колонку купили также спорт можно смотреть что-то по-американский поставили телевизор там большой чтобы оттуда тоже можно смотреть спорт здесь конечно тоже хорошее место для питания надя объяснить печка это зимой обогрев обогрев зимой то есть там баллончик газовый ставится если холодно у нас бывает холод прохладно во флориде бывает даже до нуля градуса вечерами опускается и он очень эта печка очень хорошо греет как бы ирию вокруг пока она у нас чехле закрыта потому что у нас жара наступила но может быть отсюда показываем тоже наша гордость такие помы мы месяц назад купили поставили не сами но мы сами выбрали помы и нам очень нравится эти три стиле в середине это ой наде забыла или середине это какой пол фокс тэйл а потом такие рождественские крисмас пальмы а потом последний пигмий палмс я не знаю в переводе рамелья название я там орхидею повесила за пальмами кстати надо тоже с другом с нашим коллегам а денис они поставили все свет и свет свет очень красиво лампочки повесили денис помог очень огромное ему спасибо вечером это выглядит очень уютно помог нам повесить лампочки по забору и вокруг пальмы я одну не включила ну ладно вечером это очень классный выглядит такое света представление можно сказать и пул подсвечивается и все вместе очень замечательно но здесь конечно мы купили новый мебал и там очень хорошее место это стало модно когда строить новый бассейн это называется сан шалф значит не глубоко можно там просто загореть и солнце будет рядом и мы поставили такие 6 лаунж значит здесь опять зона отдыха много гостей просто обращаю внимание юли туда это если когда-нибудь хотим сдавать второй дом отделный вход оттуда значит не надо через дом ходить это тротуар прямо на улице можно парковать на улице и гости или арендаторы могут не мешать нас кстати дэвид и не сказал что с той стороны мы сделали выбор на натуральную траву с этой стороны у нас артифишал то есть искусственная трава по причине что дэвид хотел себе сделать такой он гольфист да вот основная зона я планировал я хотел парень green но типа мини-гольф здесь я поставил вот эта палочка здесь сеточка бывает мы снимали сегодня убрали но здесь я практикую сбор и мини-гольф и большой гольф когда натягивается сетка он может играть как большой гольф но честно говоря этот столб у нас стоит для друга следующего проекта мы еще не закончили мы хотим тент натянуть между домом и столбом из треугольник обязан был паука по коду быть очень глубокий и правильно сделаны потому что чтобы от ветра сделает и чтобы от ветра как бы не сорвала не вырвала то есть он там забетонированный на теме спорт мы тоже баскетбол ставили в бассейне у нас типа фитнес там гирьки стоят это тоже занимается когда не очень жарко вечернее время дня и последний момент но в теме спорт там три насоса видно в бассейне я очень люблю плавать эта система который давление дает чтобы можно плавать на месте надо лучше да то есть и дэвид любит спортивное плавание не то что там шапочки для плавания он именно спортивно плавает он всегда входил в комьюнити бассейны большие и спортивно плавал вот эти они называются баду джетс это такие джет система который бьет сильным напором и ты можешь плыть но ты плывешь на месте то есть можно заниматься спортом хорошо работе хорошо работает система тебя отталкивает назад и вроде плывешь вперед и получается со стороны выглядит немножко странно здесь мы гамок решили ставить но это просто снимается если надо убирается вот надей очень любит орхидеи на улице вот красивая зона что мы часы нашли синий белый который идет к стиле и вот этот называется кольгу уже игра такая за кого есть дартс тоже здесь мы ставим дарцы иногда дартс на друг дротики по моему по-русски и вот наконец-то очень жарко сегодня мы зашли полхаус 2 дом можно сказать это у нас гостевой домик мы уже раз стали все перерывать в нашем бэк-ярде мы решили уже поставить дом и сделать валию повысить валию нашей недвижимости сейчас у нас здесь живет семья наши близкие друзья на пару месяцев украинцы и да и ну если какие-то личные вещи ничего страшного извините но это гостиная совмещенная с кухней небольшая кухонька но честно говоря мы его не собираемся использовать чтобы кто-то здесь постоянно жил в основном здесь будет офис у дэвида в этом доме гости родители на гости как в гости приезжает конечно они будут останавливаться здесь небольшой холодильник большой телевизор телевизор больше холодильник да но тоже добавляю строительство который строил дом мы выбрали что чтобы делать этот проект и действительно много людей приходит которые знают как про строительство и понимаем что качество качество очень закора и на до куда очень короче качество и мы очень довольны что они здесь делали мы вместе с грым и ровные стеночка вот просто все ровно все просто реально качественно высокий потолок но мы сами выбирали высоту потолка у нас был дизайнер вернее не у нас у этого застройщика есть их и архитектор вернее которые рисовал изначально все эти проекты где будет бассейн он эти проекты согласовывала с городом потому что не все можно поставить там есть всякие кодексы ну мне нравится дизайн что гостиная хорошие но мы хороший размер спал на это же я здесь обычно работе когда гости нет маленький стол но размер спал на и гостиная достаточно хорошие вполне 50 метров здесь 500 сквозит 50 квадратных метров который мне кажется хороший размер 234 даже человека может могут здесь и здесь все есть ванны и может быть сам выбору свет кстати шкафов очень красивый цвет шкафа кстати здесь у нас будет стоять стиральная сушильная машинка одна на другой мы еще пока не успели купить реально только что закончили проекты не уверен что нужно но если конечно сдавать маленький домик кто-то хочет стрелять проект проект этот мы начали в октябре месяце то есть закончили буквально то есть это заняло 8 всем 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 с половиной месяца да ты знаешь я всегда считала что это так реально это так казалось долго мы думали это никогда не закончится все эти котлованы все это грязь пыль все это летело в дом мы не выходили во двор мы закрывали постоянно то есть мы постоянно жили закрыт ну закрытыми окнами ну во двор но я так оцениваю сейчас я считаю что это очень быстро это был построен бассейн и домик то есть время дефицит материалов был дефицит материалов очень много инспекторов приходила поставили одну маленькую стенку где-то инспектор должен прийти сидим ждем то есть везде должно каунте сделать опрув 7 месяцев с начала до конца все месяцы цена этого проекта знали бы 250 долларов и бассейн все вместе да кухня бассейн я думаю что пальмы и дом не теряем деньги это можно сказать инвестиции надеемся что цены растут ну конечно это немаленькие деньги гордимся тусовки будут здесь именно сюда думаю может быть все надо попрощаться спасибо юлия спасибо всем экскурсия закончилась спасибо большое дорогие друзья ну вот вы посмотрели дом нади эггерс и дэвида эггерс подписывайтесь на наш канал спасибо большое что вы смотрите только ради вас я согласилась снять это видео потому что я вас очень люблю подписывайтесь смотрите нас и до скорых встреч пока удастся субтитры сделал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok А еще у нас живет вот такой вороненок, смотрите, он еще в тени, я его подкармливаю, прилетает, меня очень любит, каждый раз наблюдает меня из-за всех кустов, смотрите, дает себя погладить. В общем, вот в том доме, смотрите, ворует, в том доме сосед, он занимается wild animal rescue, то есть спасает диких зверей, животных, ворон, птиц, ящериц. Ну, в общем, у него там зоопарк, вот там вот во дворе, вот я сейчас увеличу, вот, и у него живет вот этот вороненок, который, видимо, может быть, там из гнезда когда-то выпал и так далее. Вот, но теперь вороненок понял, что в этом доме вкусно кормят, его гладят. Кстати, даже мои коты его не трогают, уважают. Вот, он подходит к ним, щиплет хвосты, они, конечно, в шоке, но я им сказала, что его нельзя трогать. И вот он прилетает, кушает, потом вот я ему здесь мисочку поставила с водой, пьет водичку. В общем, мой лучший друг. А еще к нам прилетает белая голубка, каждый вечер в 7 вечера, она тоже живет в том же доме, прилетает и садится на конек гостевого дома, и где-то сейчас сидит, наблюдает за всеми, кто во дворе. А иногда бывают они вдвоем там сидят, черный ворон и белая голубка. Покушали, теперь попьем водичку. Вот такой у нас домашний питомец. Теперь дикий домашний. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА 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 ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА